Был Виктор, был Лютер, был Ян Гус. У Лютера было много людей, которые воплотили своей карьерой и своей жизнью. Скажем, то, что Бог подарил влиятельных друзей, которые его охраняли, это тоже какой-то знак уже исторических перемен. То есть Европа, когда есть определенные политические и религиозные силы, которые не дадут съесть своих реформаторов, потому что они им нужны. Реформация открыла очень многие тайны, которые хранились за семью печатями в лицо на христианстве. Один из принципов реформации – это сон и скриптура. Да, кстати, да, от Сергея Санников уже уступает. Да, слава Богу. Благословен Господь, Бог наш. Благодарю Тебя, Боже, всемогущий Отец мой, в преддверии Дня Великой Реформации, в этот Шаббат, предсоборный наш Шаббат. Благодарю Тебя, Господь, и благоставляю великое имя Твое. Благодарю, Господь, за Лютера, за Кальвина, за Цвингли, анабаптистов, за всех и тех реформаторов, что были до Лютера, о ком здесь вспоминали сейчас в фильме Дотек, «Боже, драматичная сага Виры». Фильм, канал, надея. Боже, благодарю Тебя и за этот фильм, благодарю Тебя за всех участников, за Сергея, в частности, от Санникова, за все братьев, участвовавших и в съемках этого фильма, за все братьев, святых, Господь, и для разных конфессий, кто в эти дни вспоминает великую Твою благодать. И благодарю Тебя, Господь, Боже, за милость Твою, за реформацию Твою, слава Тебе, Боже наш. Благодарю Тебя за эти пять столетий реформации, Боже, за отцов реформации, первопроходцев, и за тех, кто был до них, Господь, за тех, кто сейчас несет знамя реформации, Боже, слава Тебе. Благодарю Тебя, Боже, за все. Благоставляю великое имя Твое. И зажигаю сегодня свечи шаббата, Господь Боже. Боже, в благодарности, в любви к Тебе, Господь. Благоставляю всех братьев, сестер, ожидающих также вот этого собора сейчас, проводящего уже собор, потому что, Господь, уже собор проходит на протяжении этих дней в разных городах, странах, конфессиях, динаминациях. Подлинно Вселенский Собор на протяжении всего этого года проходит. Боже, благодарю Тебя, что в это воскресенье и наша Церковь присоединяется к этому торжеству веры. Благодарю Тебя, Отец Небесный, сущий на небесах, да святится имя Твое, да придет Царство Твое, да будет воля Твоя и на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день. Прости нам долги наши, как и мы, прощаем должникам нашим. Не веди нас в искушение, избавь нас от лукавого, ибо Твое есть Царство, и силы, и слава вовеки. Аминь. Благодарю Тебя, Господь, за все мессианские общины, за всех евреев, за Израиль, за Иерусалим, благоставляю великое имя Твое. За этот шаббат. Благодарю Тебя, Боже. Боже, благостави, Господь, хлеб и вино, Боже, плод, виноградной лозы Ты дал. И дал нам сегодня хлеб из земли. Благодарю Тебя, Господь. Благодарю Тебя за все. Благословен Господь, Бог наш, Царь Вселенной, Царь всей Вселенной, давши нам хлеб из земли и плод, виноградной лозы. Благодарю. Спасибо, Господь, за все. Благодарю Тебя, милостивый Царь, милостивый Бог наш, слава Тебе. Воспеваю Тебе и благоставляю всех братьев, сестер, молящихся эти дни. Благоставляю всех участников, всех гостей завтрашнего этого собора. Боже, в этом внутреннем волнении, Боже, в этой радости духовной, Боже, благодарю Тебя и благоставляю именем Твоим. Да благоставить Тебя Господь и сохранить Тебя, да призрит на Тебя Господь светлым лицом Своим Я Геродонай Панавелейха вихунайка, и Садонай Панавелейха, и Садонай Панавелейх Бешаеме Иешуа Гамашиах во имя Иисуса Христа. Аминь. Пусть Бог Авраама, Исаака Якова, Отец Наш Небесный, благоставит всех нас. Вы знаете, в этом шаббате у меня есть вот этот день шаббатний, субботний день подготовки к собору, молитве. Этот день я вот отделил для общения с Богом, с моим небесным Папой. нам есть о чем говорить, нам есть о чем поделиться друг с другом. У Него, безусловно, много всего. И я благодарю Бога, что действительно Он добр и милостив, Он делится, как отец, любящий, как папочка, делится со мной, своим сыном. И все мы верующие, как сыны Его и дочери Его, действительно счастливы тем, что Он делится с нами своим словом, своей мудростью, своей любовью, своей простотой, своей глубиной, своим юмором, своей радостью. Спасибо, Господь, за все. И вот решил записать сегодня несколько видео, одно из них вот этим утром. Вчера тоже кедуш поднимал, вчера готовился к шабату и потом общался по скайпу с семьей. Вот. И поэтому так немного запозднилось все и уже поздно я уже вечером зажигал свечи шабаты и поднимал кедуш плод виноградной лозы. Вчера купил сок этот в синагоге и халы. Кстати, вот две халы, хорошие очень халы. Сок израильский, а халы выпекают здесь, прямо при синагоге. Вот это вкусная синагогальная такая хала. Но, честно говоря, вот мне вот вторая даже не будет доставать сейчас ее. Значит, я сейчас покажу. Она чуть отличается. Обратите внимание, насчет вот это вторая хала. Она с виду не такая как бы может вкусная, но запах в ней очень интересный такой, сообразный. И вкус, честно говоря, как вот, я не знаю, помните классику советскую. Вкус специфический. Вот здесь вкус действительно какой-то вообще такой очень специфический и очень вкусный. Мне очень понравилось. Обе хала понравились. вот и вчера я вот тоже поднимал кедуш и благословил Бога, благодарил его. И как бы так вот для себя и вот для семьи нашей. Нарек это шаббат предсоборным шаббатом таким для нашей церкви. Это предсоборный шаббат. Братья молятся, готовятся. Епископ Кифа завтра утром приезжает. Вот тоже ждем от него слово. Бог да проговорит через него в наши судьбы. Бог да проговорит всемогущий через братьев, сестер, кто будет участниками собора, гостями. Приглашаю всех верующих разных конфессий, динаминаций, независимо от нашего направления, независимо от нашей веры, догматики, богословия. Есть действительно один Господь Иисус Христос, есть один наш Небесный Отец, есть один наш Утешитель, Дух Святой. И мы провозглашаем веру апостольскую по сей час, веру святую провозглашаем, что ни в ком уном нет спасения, ибо нет другого имени под небом данного нам людям, которым надлежало бы нам спастись. И дамы и господа, братья и сестры, я очень благодарен Богу за наши братья. В Украине несколько телеканалов христианских, слава Богу за это. Очень сильно развивается конечно здесь в Украине сейчас в этой благодати, в этом пробуждении духовном неслыханном последний год, два, три. Просто действительно с каждым годом в Украине все больше и больше духовный подъем, пробуждение. Слово Божье звучит везде, и с экранов телевизоров, радио, светло радио Эммануила, что стоит вообще. Просто чудо. И вот телеканалы христианские есть. И вот особенно мне очень близок по духу именно телеканал Надия. И очень люблю Сергея Санникова, других братьев люблю, которые выступают там часто. Ну Болотникова это 100%, просто обожаю его вот эти семинары, лекции. Очень глубокий такой брат любящий действительно Господа и Слово его. И знаете, очень благодарю Бога за вот этот новый фильм. Может он не такой новый, но для меня действительно это было новым. И о реформации много, уже что снято. Я тоже имел честь послужить вот эти годы как реформатор и в том числе и участвовать. Ну правда в самих фильмах редко, в основном в эпизодах так вот показывался я, насчет каких-то документальных, христианских фильмах. В основном как консультант, в частности вот богоискания славянских народов. Мы давно уже дружим еще с 98-го получается года, да, с Сашей Шевченко, Алекс Шевченко, пастор, ныне он пастор церкви в Калифорнии, в Сакраменто, house of bread, дом хлеба. Вот, и очень люблю Александра, очень люблю как пастора, как проповедника, как учителя, вот, и действительно восхищаюсь Богом дивным во святых своих. И вот, знаете, вот, да, и там бывал не раз, проповедовал в церкви, дом хлеба, но вот, участвовал как консультант в фильме таком многосерийном, который еще до сих пор уже продолжается, вот, как бы, значит, составляются новые серии, но материал, потому что обширный, огромный, и я дал материал обширный, и там, и другие братья постарались. Я имел честь быть первым консультантом этого фильма, как раз, богоискание славянских народов. И тоже о реформации, много дал информации, об истории реформации, о предреформаторских всяких движениях, и, в частности, о таких малоизвестных предреформаторских и реформаторских движениях на Руси, Киевской Руси, и, в целом, значит, вот на территории Российской империи, значит, и Украина долгое время была, все это время была частью Российской империи, придатком Российской империи, вотчиной Российской империи, вот, затем частью Советского Союза, так получилось, короткий был промежуток свободы, вот, попыткой становления государственности, провалившейся карательной экспедиции советской, и, значит, и присоединение было Украины к Безбожному Союзу, он так и назывался, Советский Союз с атеистической идеологией, и, вот, сейчас есть такой небольшой опыт молодой государственности, возрождающей древнюю государственность украинскую, вот, древней Руси. Интересно, вот на протяжении всего этого времени здесь, вот, на берегах Днепра было множество, действительно, проповедников Слова Божьего и до эпохи Великой Реформации, в эпоху Великой Деформации, деградации мирового христианства, и в эпоху, уже начавшейся 500 лет назад, Великой Реформации, восстановления, покаяния, исправления церкви, также было немало здесь деятелей, реформаторов, вот, и, но, но, Алеш, но, сама вот именно, действительно, вот эта благодать, вот этих лет, последних, уже больше 20 лет, вот эта изливаемая благодать, знаете ли, после падения безбожного Советского Союза, этой атеистической идеологии, отрицающей Бога, благоборческого государства, которое впервые в истории человечества родилось, государство, где, на самом высоком политическом уровне, отрицалась вообще сама идея божества, божественности, души, всего святого, то есть, шла борьба, целенаправленная борьба, не один десяток лет, именно с умом, честью и совестью, все это было, как бы, считалось, монополизировано, монополизировано, тогда, коммунистической партией, это, конечно, страшная эпоха, но, слава Богу, она в прошлом, и, слава Богу, кануло в лету, та, значит, беда наша, но, знаете ли, призрак все еще ходит по Европе, призрак вот этого коммунизма все еще теребит, и вот не дает покоя, и приносит, будем собирать жертву страшную и на востоке Украины, вот, и в этой войне сейчас, знаете ли, да и по всему миру, так или иначе, знаете ли, потому как дух, дух атеизма, коммунизма, дух безбожия, вообще противобожия, дух, заявляющий, что Бога нет, не было и не надо, дух нечистый, этот, такого, материалистического сознания, ну, не материализм даже, здесь дело не материализма, или в идеализме, и то, и другое, оно же само по себе не плохо, и хорошо, но, когда это все в миру, и когда это все балансировано, когда все это с Богом, когда это все это в любви к Богу, и окружающим, все хорошо, вот, но, именно вот это вот противобожие, дух антихриста, в Библии говорится о духе антихриста, вот, и, вот это вот, сама суть-то, проблемы, но реформация, это восстановление, это покаяние, исправление церкви, это именно реформация, есть деформация, есть реформация, и один из отцов церкви, я завтра, даст Бог, его буду вспоминать, не раз, святитель Киприан Карфагенский, архиепископ Карфагенский Киприан, он, значит, был лидером Северной Африки, христианства в Северной Африке, так вот, Киприан Карфагенский, он как раз и провозглашал, еще в третьем столетии аж, да, нашей с вами церкви, церкви Иисуса Христа, было в то время всего лишь пару столетий, вот, и наших с вами братьев, сестер, в то время бросали порой потехи ради, знаете ли, на аренах колизеев, на растерзании львам, и сжигали, и распинали, и всячески убивали, гнобили на рудниках, знаете ли, на галерах, но, но, церковь выстояла, мы выстояли, потому что имеем великое обетование, я создам церковь мою, и врата ада не устоят перед ней, или же в синодальном переводе, и врата ада не одолеют ее, но синодальный перевод, сами же семинаристы, я помню, 88-й год, как раз, 89-й год, семинаристы, в Загорске тогда, будущие батюшки, старшие, я-то еще, только начинал учебу, значит, приезжал на занятия, удивлялся так, а старше слышал, сильно дальний перевод, и вот в частности, вот в этом месте писания, тоже видно, что очень сильно дальний, смысловой перевод, писания, потому что в оригинале имеется в виду не оборонительная война, окопная, знаете ли, не такая, как бы вот, не дожируй, быть бы живу, значит, а наступательная война, в синодальном переводе и врата ада не одолеют ее, это полуправда, это не вся правда, полуправда бывает хуже, чем откровенная ложь, знаете ли, друзья мои, к сожалению, так вот, говорится в оригинальном тексте, что врата ада не устоят, перед ней, не устоят перед церковью Божией, вот, и церковь не создана для оборонительной войны, когда церковь действительно становится в оборону, церковь всегда проигрывает, абсолютно всегда, христианство не жизнеспособно в обороне, оно просто-напросто не выживает никогда в обороне, всегда деградирует, всегда деформируется и прочее, порой даже исчезает в целых регионах, но христианство наступательное всегда побеждает, Потому что мы орудие победы, мы орудие наступления. Об этом есть мои проповеди, лекции, семинары, можете прослушать более детально. Подробно я это рассказываю из историй, примеров кучу привожу. Из жизни христиан, из своей судьбы, тоже истории христианские. Как христианин я рассказываю свои истории христианские. Из писаний, из истории, много очень, видимо, примеров того. И, дамы и господа, братья и сестры. Это шаббат предреформаторский. Хочу, сейчас я буду уже отключаться. Мне нужно сейчас будет еще и поработать еще. Но вот эта сага веры замечательна. Благодарю Паки и Паки, как говорится, снова и снова за телеканал «Надежда», за эту сагу. Вот послушайте, вот об этих пяти солос. Лише Библия. Где моей ноги Твое слово святильник, то светло для стежки моих. Сола, скриптура, только писание. Сола, скриптура, только писание. Лише верою, только верой. Только верой, это уже второе. Сола, скриптура, только верой. Сола, скриптура, только верой. Сола, скриптура, это не заслуженный дар от Бога за ради Иисуса. Не заслуженная милость, который все происходит на грешника, как Божья благодать. Божья благодать. Сола, скриптура, только благодать. Сола, скриптура, только благодать. Христос, единый посередник между Богом и Одинами. И только через веру в Него можливый порятунок. Да. А Вы, вчителями, назовитеся. Бо один Вам учитель. А Вы все, брати. Все, брати. Брать и все. Солусе Христос. Солусе Христос. Только Христос. Людина повинна шагувати и преклонятися только перед Богом. Найбільшою радостью для людини є радость славити Бога, прославляти Бога и вечно радіти в Ним. Пель microsцвобласно-реleepIE. Соли де о Глория. Соли де о Глория. Соли де о Глория. Соли де о Глория. Только Богу слава. Соли де о Глория. Soli Deo Gloria, только Богу славу Вот эти пять солос, пять только, знаете ли, как стало, как исповедание христианской веры, возвращающейся к своей первой любви Мы просто действительно совершаем это, как по-еврейски, чува, да, слово покаяние Чува, покаяние, и имеется в виду, как возвращение, прийти в себя Действительно, это как, действительно, вот, только Писание Надо же, он вспомнил, вот он стал возвращаться Вот это все, вот, например, история блудного сына очень хорошо иллюстрирует, вот эти пять солос И потом пир на весь мир в Доме Отца, это только Богу слава Ой, и вся Библия вообще, и Ветхий Новый Завет, вот эти пять солос раскрывают просто замечательным образом вообще Вот, и вся наша жизнь христианская Эти пять столетий реформации тоже раскрывают эти пять солос, очень хорошо, четко видно Вот, благодарю Бога за все это Даст Бог, получится завтра, как раз на соборе об этом подробнее И рассказать, и поделиться, и послушать братьев на эти же темы Сестер, слава Богу! Пусть Бог благоставит всех И мое слово к участникам собора Я понимаю, что многие, к сожалению, не смогут приехать Без тех, кто вписали мне, вот пишут, сообщают Я так понимаю, к сожалению, многие не смогут приехать Но те, кто не смогут приехать, тогда уже в записи вы сможете увидеть К сожалению, там в помещении, где мы арендуем сейчас Там у нас нет возможности интернета Вот так вот делают трансляции Значит, здесь вот есть интернет скоростной Я имею возможность здесь делать трансляции Поэтому здесь берем всегда на вот именно обсуждения На заседания соборные Кстати, и по скайпу можно будет сделать тоже заседания соборные Вот такие трансляции такие делают тоже Как соборные заседания с вопросами, там, с комментариями Думаю, это очень важно тоже Все Вот, то тогда можете подключаться Но это уже 30-го, 31-го числа Вот, и День Великой Реформации, да Вот так и назовем День Великой Реформации Слава Богу, День Спасения Господа Бога нашего Благодарю Бога Всемогущего за этот день За Шаббат Вот, вот, сегодня такая в Киеве такая дождливая пасмурная погода Но, слава Богу, вот, утром, вот, при молитве, вот, даже запись еще застала немного, вот, вы видели, да, вот, солнце это яркое такое было, слава Богу, вот, очень приятно Вот, за эту милость Божью Бог солнцу повелевает всем светить, да, и добрым, и злым людям, всем, всем, абсолютно Так вот, это образ такой для нас Как и дождь на всех Капает И, значит, и нечестивых, и неблагочестивых Все-все-все-все И атеистов, и коммунистов И христиан, и мусульман, и буддистов, и иудеев Все-все-все-все-всех Это образ такой, знаете ли, образ Для всего Тварного мира И всего человечества И растительного, и животного мира Для всего образ такой Божьей благодати, Божьей любви Потому что Бог, Он действительно наш Отец Аминь, и Он любит нас И Он, вот Действительно хочет, чтобы все люди спаслись И достигли познания истины Слава Богу Благоставляю всех вас, дорогие друзья Шаббат шалом Субботний мир Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат шалом Шаббат шаббат шалом Шаббат 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 шалом Субботний мир Шаббат шалом Субботний мир Господний мир Шаббат шаббат шалом Шаббат шалом, шаббат шалом, шаббат шаббат шалом От Авину хай, наш Отец живой, Бог Отец наш, Он живой От Авину хай, ам Израиль хай, и народ наш Израиля жив Ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль хай, хай Я вам желаю счастья, мы вам желаем мира, радость, мира, счастье в Господе. И благоставляем Иерусалим, Израиль благоставляем. Shalom, shalom, Yerushalayim. Shalom, shalom, Yerushalayim, Shalom, Shalom, Yerushalayim, Израиль. Shalom, евреи все, шалом, христиане все, шалом, всем людям на земле, шалом, шалом. Shabbat, shalom, shabbat, shalom, Shabbat, 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 shalom.